Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про изменения в форме СЗВТД с 1 июля 2021 года. Здесь мы будем работать в базе нашего курса «Азбука отчетности». Ссылку на данный курс вы найдете под этим видео. Начиная с версии 3.0.90 в программу добавлена возможность указать код выполняемой функции по общероссийскому классификатору занятий в описании должности сотрудника, потому что с 1 июля 2021 года заполнение данного кода обязательно в форме СЗВТД. И для того, чтобы добавить данный код, мы можем зайти через справочник сотрудники, либо через кадровые документы. Здесь я создала новый прием на работу с 5 июля 2021 года для сотрудника. И вот здесь вот у меня указана трудовая функция. То есть для этого нам нужно зайти в справочник должности. Можно нажать вот сюда, попасть в должность и указать должность. Ну, в моем случае это бухгалтер. Здесь везде будет бухгалтер. И трудовая функция я тоже создала. То есть здесь у вас будет пустой справочник. Нажимаете на кнопку «Создать» и указываете на именование «Бухгалтер». Также здесь можно добавить описание. И нужно выбрать код в соответствии с общероссийским классификатором. Поскольку это бухгалтер, у меня код 2411. Здесь у вас какая-то другая должность. Здесь нужно выбирать какой-то другой код. Здесь вот смотреть по классификатору и, соответственно, указывать. То есть если это директор, здесь что-то будет из руководящих должностей. И код соответствующий и так далее. После того, как выбрали код, прописали номинование, нажимаем «Записать и закрыть». И далее нажимаем «Выбрать». У нас трудовая функция выбирается вот сюда в должность. Таким образом у нас должность заполнена. И здесь, когда мы уже будем делать прием на работу, у нас помимо должности также будет выходить трудовая функция. Так, здесь мне надо указать оклад. Также здесь я установила флажок «Запись электронной трудовой книжки» для того, чтобы данные по этому приему на работу попали в форму СЗВТД. Ну и указала, что сотруднику уже выбран способ ведения трудовой книжки на прежнем месте работы в электронной форме и указала дату заявления. После этого документ «Прием» можно провести и закрыть. И, соответственно, здесь у нас прием, и мы указали в должности трудовую функцию. В справочнике сотрудники здесь тоже можно должность смотреть. Единственное, здесь у меня еще не 5 июля, поэтому здесь пока должность не высвечивается. Если взять кого-то из сотрудников, кто уже принят на работу, здесь вот у них должность высвечивается. Можно также открыть, вот нажать сюда и отредактировать эту должность для того, чтобы проставить код трудовой функции. Также для того, чтобы у нас отчет заполнялся правильно, нам нужно указать дату рождения в справочнике сотрудники для сотрудника и указать СНИЛС. СНИЛС нужно брать реальный. Здесь я просто нашла СНИЛС в Яндекс.Картинках и указала. И после того, как мы сделали прием, мы можем сформировать форму СЗВТД. Для этого мы можем перейти в раздел электронные трудовые книжки, это раздел зарплаты и кадры, электронные трудовые книжки, либо формировать через рабочее место 1С отчетности, отчеты, 1С отчетность, регламентированные отчеты. Здесь можно тоже создать, по кнопке создать эту форму. Здесь она может быть в избранном СЗВТД у вас. Либо можно зайти через все по категориям, это будет у нас отчетность по физлицам, по получателям, это будет ПФР. Можно отсюда формировать. То есть можно здесь выбрать, можно формировать отсюда. Создать среднюю трудовой деятельность СЗВТД. Здесь у нас будет отчетный период июль. Дата. Мы возьмем следующую дату за приемом сотрудника, это у нас 6 июля. Сама новая форма СЗВТД, она доступна в программе, начиная с версии 3.094.17. То есть нужно проверить, какая здесь версия. Вот у меня как раз 3.094.17, здесь должна быть обновленная форма. Здесь, если есть прежний страхователь, нужно указать его данные. Здесь у меня не задан будет. И после этого нажимаем заполнить приемом неувольнения. Здесь у меня лишние сотрудники выходят, я их удалю. Я по ним не делала отчет. А вот наш сотрудник Мармеладкина. У нее указано СНИЛС, указана дата рождения. Способ введения трудовой книжки у нее уже был задан на предыдущем предприятии, поэтому здесь не указывается. Указывается только мероприятие прием. 5-го числа, 5-го июля. Здесь, если мы щелкнем по сотруднику два раза левой клавиши мыши, мы как раз увидим вот нашу трудовую функцию «Бухгалтер» и код 24.11, который мы занесли. Здесь можно провести данную форму и посмотреть печатную форму. Здесь она еще находится. Вот данные по нашему сотруднику. И вот трудовая функция здесь указывает. Здесь, когда уже документ будет принят в ПФР, можно установить вложение. Здесь также можно выборочно устанавливать по сотруднику. И после этого можно нажать «Провести и закрыть». Здесь ее можно сразу отправить, если подключен сервис 1С-отчетность. И здесь она тоже в журнале электронной трудовой книжки сохраняется. Вот таким вот образом в программе 1С-бухгалтерия 8, редакция 3.0 можно заполнить форму СЗВТД с 1 июля 2021 года. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоканалы. И заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго. И до встречи в моих следующих видео.